Доброе утро, дорогая церковь! Доброе утро, возлюбленная церковь Христа! Вы возлюбленные дети Божьи! И в это чудесное, теплое для февраля и солнечное утро Мне бы хотелось открыть наше собрание с Иеремией 31 главы 3 стиха Вы знаете этот стих? Издали явился мне Господь и сказал Любовью вечную я возлюбил тебя И потому простер к тебе благоволение Я хочу, чтобы каждый из нас внутри своего сердца сейчас сказал Что Бог любит меня А теперь попробуйте сказать вслух Иисус любит меня Вы знаете, нам очень часто бывает легко говорить кому-то Иисус любит тебя Потому что мы знаем, что Он любит всех Но когда это касается нас лично Включаются личные барьеры Нам кажется, что это всегда для кого-то Но почему-то не для нас Я хочу тебе сказать сегодня Мы можем иногда сомневаться В самих себе Мы можем сомневаться В своих способностях, возможностях Но никогда не сомневайтесь в том Что Бог возлюбил вас В вечную любовь И мы можем сомневаться В наших способностях В наших компетенциях Но мы не можем сомневаться В том, что Бог любит нас Иисус любит нас Вечный любовь Вы знаете, мне очень нравятся В этом плане маленькие дети Они никогда не сомневаются в том Что родители любят их Они приходят когда захотят Куда захотят И говорят все, что посчитают нужным Потому что они знают Что они никогда не будут отвергнуты Своими родителями Но только тогда, когда они становятся Старше В их головы закрадывается Какое-то сомнение Когда они начинают Сравнивать себя с другими И очень важно научиться нам с вами Точно так же Быть как маленькие дети Которые на 100% уверены Что они любимы Быть уверенными В любви нашего отца Поэтому я хочу молиться Вместе с вами сегодня Чтобы мы приняли В свое сердце Любовь нашего отца Потому что человек Который уверен В том, что его любят Он будет любить Других вокруг себя Вопрос Как принять эту любовь Только в общении С нашим отцом Мы можем научиться Принимать эту любовь Когда мы приходим К нему в молитву Когда мы читаем Его слово Когда мы Общаемся с ним У нас есть возможность Принимать Божью любовь Познавать Его величие Все больше и больше Открывать свое сердце Для него И самое главное Позволить Ему Любить Нас Потому что Бог Никогда не действует Против нашей воли Если ты позволишь Если ты откроешь Своё сердце Его любовь Заполнит твою жизнь Она заполнит Твой дух Она заполнит Твою душу И она заполнит Твоё сердце И когда ты будешь Наполнен этой любовью Тебе легко будет Отдавать И по его любви Тебя будут узнавать Потому что Когда твой источник Наполнен Из тебя изливается Доброе Поэтому я предлагаю Вам сейчас Подняться на свои ноги И попросить Бога И открыть свое сердце Для Него Чтобы сегодня Этим утром Мы наполнялись Его любовью Мы принимали И позволили Ему Любить нас Скажи своему соседу Иисус любит тебя А теперь скажи Ему же Что Иисус любит Меня Правда сердце Наполняется радостью Когда ты знаешь Что ты любим И ты говоришь Об этом другому человеку Ты любим Я любим И когда у тебя Есть это понимание Начинаешь видеть Иисуса в глаза От того Кому ты об этом говоришь Потому что Ты и Я Моего творения Сотворенные По его образу И подобию Весьма хорошо Аллилуйя Драгоценный Господь Спасибо тебе Мы благодарим тебя За этот чудесный день За этот воскресный день Когда Есть возможность Прийти в дом твой Есть возможность Прийти Господь Увидеть друг друга Встретиться с тобой Петь тебе песни хвалы И принимать слово Которое ты готовишь Для каждого из нас Спасибо тебе Боже святый Мы благодарим тебя За то что ты не забыл Разбудить нас сегодня утром За то что в нас есть Дыхание жизни За то что ты повелел Однажды солнцу вставать И оно встает каждый день И оно согревает Своими лучами эту землю Спасибо тебе за то что Когда мы просыпаемся Твоя благодать и милость Они обновляются в нашей жизни Спасибо тебе Господь За то что ты дал возможность Сегодня быть здесь В доме твоем Среди братьев и сестер И как одна церковь Прославлять тебя Поклоняться тебе Познавать тебя Спасибо тебе Господь Боже мы пришли сегодня На это место Чтобы почтить тебя Чтобы прославить тебя Господь Чтобы наполниться От духа твоего Боже мы просим тебя Во имя Иисуса Христа Научи нас Принимать твою любовь Очень часто Господь Мы знаем разумом Что ты нас любишь Но когда это сердце Когда это слово Оно падает в сердце Оно начинает расти Оно начинает укрепляться Оно начинает наполнять Нас изнутри Господь И твоя любовь Она заполняет Все вокруг Боже мы просим тебя Помоги нам сегодня Наполниться Твоей любовью От тебя как отца Мы пришли сегодня сюда В твой дом Ты Господь Источник света Источник любви Ты Бог И ты есть любовь И мы просим тебя Помоги нам сегодня Окунуться в этот океан Твоей любви Потечь этой рекой Твоей живой воды Во имя Иисуса Христа Помоги Господь нам Открыть свое сердце Свои мысли Свой дух Господь Для тебя сегодня И позволить тебе Работать с нами Наполнять нас Господь Изменять нас Кого-то обнимать Кого-то обличать Кого-то Господь Направлять Боже у тебя Для каждого Есть свое слово Потому что С каждым из нас У тебя свои отношения И мы просим тебя Позволь нам Впустить тебя Еще больше И больше В нашу жизнь Не ставить Никаких преград Своим разумом Своими страхами Сомнениями Боже, но я прошу тебя Помоги убрать Все преграды Чтобы наше сердце Оно было мягким Для тебя Чтобы оно было Господь Благоприятной почвой Чтобы ты мог сеять Чтобы ты мог Работать с нами Чтобы ты мог Изменять нас Божьего имя Иисуса Христа Боже, мы доверяем тебе Это служение Мы просим тебя Возьми его Под свой Божий контроль Не веди его, Господь Пусть духу твоему Будет свободно На этом месте Во имя Иисуса Христа А мы, Господь, открываем Своё сердце для тебя Мы выбираем сегодня В этом дне Славить тебя И мы говорим Душа моя Славь Господа Дух мой Наполняйся от Господа И тело мое Ликуй в его присутствии Боже, мы почитаем тебя На этом месте И мы говорим Будь благословен Наш Господь Мы благословляем Твоё святое имя И мы хотим сказать тебе Что мы любим тебя Мы любим тебя Наш драгоценный Бог Иисус и Дух Святой И мы нуждаемся в тебе Каждый день нашей жизни Мы нуждаемся в общении Мы нуждаемся в том Чтобы познавать тебя, Господь Чтобы погружаться Ещё больше и больше В тебя И мы просим тебя, Господь Будь сегодня рядом С каждым из нас Во имя Иисуса Христа Аминь И я приглашаю деток Приходите И мы будем молиться за вас Чудесные дети Божьи Сотворённые по образу И подобию его Весьма хорошо Господь, который наполнил вас Талантами, способностями Дал вам божественное здоровье Затворил вас красивыми Успешными Победоносными И те, кто будут головой А не хвостом Я хочу, чтобы каждый из вас знал Что вы любимы Что каждый из вас Самый лучший в глазах Господа И мы благословляем вас Давайте прострём свои руки Благословим их Драгоценный Господь Спасибо тебе за это благословение Которое есть у нас За наших детей Спасибо тебе, Господь За это новое поколение Которое растёт Которое познаёт тебя, Господь Которые с малых лет Уже знакомы Господь с тобою Боже, и мы доверяем их В твои Отцовские любящие руки Боже, мы знаем Что у тебя Для каждого из них Есть свой план Есть своя судьба Есть свои благословения Приготовленные для них На этом пути И мы просим Во имя Иисуса Христа Чтобы ты вёл И направлял их Господь в этой жизни Чтобы они познавали Тебя, Господь Чтобы Твое слово Оно отпечаталось На их сердце Чтобы они с малых лет Знали Твой голос И за чужим не ходили Ты говоришь Наставь юношу При начале пути Его И даже состарившись Не уклониться Боже, я прошу Тебя Чтобы наши дети С малых лет Были наставлены Познавать Тебя В любой ситуации Господь Приходить к Тебе Мы просим Тебя Чтобы у наших детей Не было никакого страха Господь Приходить пред Твое лицо Молиться Тебе Искать Тебя, Господь Открываться пред Тобою Боже, мы просим Тебя Чтобы ты окружил Их хорошими людьми Друзьями Господь, мы просим Чтобы ты поставил В их жизни лучших учителей Которые будут учить их Господь Во имя Иисуса Христа И мы доверяем их Тебе Мы благословляем их И мы провозглашаем Что они голова И они хвост Что они будут Вверху И они внизу Что все, что они будут делать Будут иметь успех Что они будут Благословением Для своего окружения Что по Твоим благословениям Будут их узнавать И будут говорить Истинно с ними Бог Я прошу Тебя Чтобы наши дети Были Твоим письмом Читаемым и узнаваемым Чтобы они были Солью для этой земли Чтобы они были Светом для этого мира И чтобы через них Господь Ты смог любить этот мир Ты смог спасать Этот мир Господь Во имя Иисуса Христа Аллилуйя Аминь Аллилуйя Аллилуйя Слава Богу Аллилуйя Господь Мы прославляем Твое имя Мы прославляем Тебя На этом месте Мы прославляем Тебя Добрый Бог Спасибо Тебе Господь За Твою любовь Которую Ты Возлюбил Кого из нас Господь Писание Говорит нам Любовью Вечно Ты Возлюбил И поэтому Ты даже Простер к нам Своё благоволение Господи Спасибо Тебе Аллилуйя Спасибо Тебе Господь Спасибо Тебе Господь Аллилуйя Благодарим Тебе Господь Благодарим Тебе Аллилуйя Благодарим Тебе Господь Благодарим Тебе Господь Иисус Мне какая-то Писня пришла Но я не знаю Мы ее знаем Или нет Чем могу Воздать Мой Господь За все Что даты Мне Мир Знаю Мне Да Ай Тебе Моя слава Хвала Иасана Мой Бог Будь Прославлен Будь Превознесен За кровь Что омыла От зла Искупила Спасенье От крыла От смерти Спасла Тебе Моя слава Тебе Моя слава Хвала Хвала Иасана Иасана Мой Бог Будь Прославлен Будь Превознесен За кровь За кровь Что омыла От зла От зла Искупила Искупила Спасенье От крыла От смерти Спасла Я отдаю Всю жизнь Только тебе, только тебе, вся жизнь моя на земле, мой Господь лишь только для славы твоей. Тебе, моя слава, хвала и асана, мой Бог будь прославлен, будь превозный. Аллилуйя, 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 аллилуйя. аллилуйя аллилуйя слава богу слава богу слава богу бог благ и на самом деле религию о гарри сгуд джеймон гарри сгуд джеймон бог благой благо всегда не снятие бетон вы не снятие пасе шансо чувствую что тут есть динозавры и есть новое поколение бог благой благо всегда он явил хвалу в наши сердца бог блага благо всегда и с каждым он среди нас он благо он благо он благо и если ты идешь долиной смерти тени не страшись он пронит и его слова тебе ясно говорит не оставлю я тебя никогда я люблю тебя бог благой амин амин ладно 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 аллилуйя все я понял что есть тут некоторые динозавры я вижу вот это динозавры это пище я как-то эту мелодию помню а когда-то когда-то ой бог благой амин он благо всегда он прекрасен он чудесен аллилуйя дать ему большую славу пожалуйста банк бог я люблю тебя она говорит о любви божья к тебе настолько важно просто понимать, укореняться верить, я не знаю ну как надо, я не знаю просто нырнуть в эту любовь потому что будут времена когда ты будешь испытаем и именно откровение и понимание, что Бог любит тебя что ты его сын или его дочь это и поддержит тебя именно это поможет тебе тогда никто не поможет ни брат не поможет ни сестра не поможет ни пастор не поможет ни жена не поможет ни муж не поможет откровение то, что внутри тебя то, что ты знаешь что Бог любит меня что Он мой Отец Он любит меня именно это откровение именно это откровение Это откровение Поможет тебе Потому что ты будешь знать И когда дьявол будет приходить Пытаться убеждать тебя Что это не правда Ты будешь говорить я знаю Я знаю Жив мой искупитель Бог любит меня Амин Дайте Богу большую славу Амин Большое спасибо Аллилуйя Пожалуйста присаживайтесь Пусть Бог нас благословит Аллилуйя Слава Богу Благора Дю Аллилуйя Аллилуйя Слава Богу Слава Богу Благора Дю Приятно быть в Доме Божьем И благодарю Нашего служителя Нашего брата Прекрасного брата Ролан Который проповедил Прошлое воскресенье Прекрасное собрание Прекрасное слово Благора 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 Знаете Насколько приятно Что Знаете Когда Как объяснить Но Ты постоянно радуешься Когда В церкви Кто бы ни проповедовал Ты получаешь откровение Амин Это радует Что Бог Кормит нас Амин Кто бы ни служил Кто бы ни проповедовал Смотришь Такое слово Такое откровение Просто сердце Радуется Поэтому Еще раз большое спасибо За это слово И Это большое благословение Когда в церкви Есть Много служителей Которые могут делиться Словом Это большое благословение Когда есть Много служителей А тот может делиться Словом Тот может делиться Это хорошо Потому что Бог использует Каждого В каком направлении То есть Бог В каждом служителе Что такое подчеркивает То есть Есть что-то Которое у каждого есть И которое может передать Другим Аллилуйя Поэтому я рад Когда Другие служители Служат И благословляют Нас Через слово Через слово Потому что Слово Это большое благословение Знаете Мы обычно Уже Настолько мы привыкли Что Благословение Очень часто Мы всегда Ассоциируем С чем-то материальным Но когда мы Читаем О наших Патриарках Ветский завет Мы видим очень часто И благословение Бог Сказал Знаете То есть Благословение Это прежде всего Слово Которое Высвобождается Но мы Понятно Мы с вами Очень часто Свели Это к чему-то Материалу Которое Дают Всегда Но благословение Это Прежде всего Слово Которое Выходит Амин Когда мы Видим Патриарки Они благословили И народ своих Детей Знаете Они Звали Их Они возлагали Руки Они Говорили Ты будешь Таким Это Благословение Это Благословение Эти слова Которые Они Высвобождали Над Своими Детями Поэтому Настолько Важно Чтобы Ты и я Мы Понимали Что Вот Проповедь Слово Которое Читаешь Это Благословение Это Благо Для Тебя Бог Благословляет Тебя Тем Что Он Тебе Дает Это Слово Амин Амин Поэтому Ухватись За Словом Божиим Держись За Словом Божиим Это Важно Это Благо Это Благо Для Того Кто Нашел Их Как И Прич Амин Это Благо Для Того Кто Нашел Их И Зелай Все Чтобы Найти Слово Ищи Слово Бога Проси У Бога Слово Потому Что Это Слово Поможет Тебе Есть Разные Времена В жизни Даже Иисус Христос Который Умирал За Людей Однажды Однажды Он Умирал 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 на кресте он был оставлен. Поэтому знай иметь эти отношения с Богом. Если не будет никого, такая ситуация, чтобы ты оказался в городе, где вообще нет поместной церкви. Ты и есть церковь. Амин. То есть тогда ты должен оставаться в той церкви, то есть ты и есть храм. Поэтому важно дорожить этими отношениями, которые мы можем иметь лично с Богом. Амин. Слава Богу! Бог любит тебя. И те, которые также с нами онлайн, или те, которые будут позже смотреть, мы благословляем вас. Мы говорим спасибо, что вы с нами. И я уверен, что для Слова Божьего нет границ. Поэтому даже через экран ты можешь получить Слово. Ты можешь взять за этим Словом. Ты можешь и ожидать чудо от Бога. Амин. Амин. Итак, мы сегодня продолжим начатую мною тему. И мы будем продолжать тему, которую я уже начинал. Помощь Святого Духа. Помощь Святого Духа. Помощь Святого Духа. И в первую часть, когда я ввел эту тему, я говорил именно о Святом Духе как о личности, потому что Он есть личность. Я говорил Духу Святой говорит. Духу Святой говорит. имеет identичность. В Диане апостолове написано что когда молились апостолы там были пророки там были разные люди которые вместе молились и Дух Святой сказал что он сказал отделите меня савл и варнав это Диане 13 первый стих и второй но читай сразу второй стих чтобы время я читаю второе стих то есть там были люди которые перечислены выше в первом стихе написано здесь когда они служили Господу и молились и постелись Дух Святой сказал отделите мне варнав и савла на дело к которому я призвал их тандише савла и жена лисп савла савла и савла по льву я лисп савла дюк савла и в Тимафе написано в Тимафе когда речь в последние дни дюк ясна говорить что лисп лисп говорит Что в последние дни будут такими ругателями, родителями непослушными и так далее, и так далее. То есть Дух Святой это личность, которая говорит. Нам иногда сложно понимать, что мы можем с Ним сотрудничать. По той причине, что когда мы говорим об Иисусе, так или иначе, так как Иисус жил на этой земле, у нас все равно есть такое понимание, что у него были руки, ноги, он ходил. То есть все равно мы легче. Особенно что мы смотрели кино, в фильме Иисусе, так или иначе, нам легче. Но когда мы говорим об Дух Святой, когда мы говорим об Дух Святой, мы можем сложнее. Потому что Дух Святой, на кого он похож, как он, нам сложно. И проще понимать так, что Дух Святой это тот же самый Христос, который был явлен нам. Потому что Иисус уходя говорил. Я ухожу, но я не оставляю вас сиротами. Я не оставляю вас сиротами. И я просто разговаривал. Этот стих просто показывает нам, что Иисус заботился о нашей защите. Потому что слово «сирот» Понятно, что это человек, который потерял родителей. Но когда мы с вами вспоминаем, допустим, историю о Вдовье, который приходил постоянно просить помощь у судей неверно. И когда мы вспоминаем, что эта Вдова, она не могла получить помощь, у нее не было защита. Кто бы за нее мог стоять? И там было сказано, что эта Вдова, она не могла получить помощь у судей неверно. Поэтому, очень часто, когда говорится именно о Вдове или же сиротах, это люди, которые лишены защиты, лишены того, кто может их оберегать, защищать. Это люди, которые могут о них заботиться. Поэтому Иисус говорит, «Я вас не оставаю без защиты», другими словами. Придет Дух Святой. Он будет с вами. Он с вами прибудет. Другими словами, во времена служения Христа на этой земле, как Бог, он был не ограничен. Иисус не был ограничен. Но он так же был ограничен. Иисус не 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 был ограничен. но все остальное нигде он не был ограничен поэтому когда он приходит через Духа Святого потому что Дух Святой он в вас будет теперь нет уже ограничений потому что Иисус являет себя Духом Святым теперь Дух Святой везде одинаково мы читали с вами или мы знаем в Библе когда дабусим этот начальник Иаир дочка была при смерти нужно было или послать ганса или саму приходить но когда есть Дух Святой там где ты есть у тебя есть Дух Святой с которым ты можешь разговаривать точно так же как если бы это был Иисус Христос амин поэтому нет уже ограничений нет уже ограничений единственное ограничение теперь которое может быть теперь это в нашем разуме потому что мы желаем иногда все понимать разумом но не верой иногда не всегда не всегда поэтому но разум не можешь понимать то что Божье потому что то что Божье это духовно и мы это воспринимаем верой амин мы принимаем это верой поэтому тебе и мне нам нужно знать и укорениться в этом что Библия говорит что тебе и мне дан Дух Святой нам дан Дух Святой он живет в тебе он живет во мне он живет теперь в каждом из нас и Иисус говорит когда придет Дух Святой он наставит на всякую истину он от меня возьмет и возвестит вам точно как Иисус Христос в свое время он говорил прославить Иисус амин и мы читали с вами в прошлый раз когда я начал говорить о том как Дух Святой помогает нам я говорил о том что Дух Святой помогает в служении я заметил следующее я эти дни об этом размышлял мы привыкли или же мы знаем что Бог отвечает на молитвы и как Он нам отвечает я знаю одно что в основном ответ который мы видим у Бога ответ который Бог дает и это ответ исходя из того что в его словаре или в его словарном запасе нет слова нет нам кажется что Бог не может говорить нет но когда мы видим в Библии мы с вами прошлый раз открывали это Диане апостолов 16 главы открывали можно открыть Диане 16 главу Диане 16 тогда мы читали мы увидели что Святой Дух Святой Дух Он фактически воспрепятствовал проповеди Евангелия в каких-то конкретных городах это означает что в какой-то в силу в силу он в силу он написан Диане апостолов 16 Диане апостолов 16 16 6 6 в силу и галактической страны они не были дапушены диаволом проповедовать слово в Азии Так написано? Проверьте хоть там живут, читайте хоть все написано. Они не были допущены Духом Святым. Ils ont été empêchés par le Saint-Esprit. И он знает лучше. Я не говорю, что на вашу молитву ответ должен быть нет. Я так не говорю. Я просто для себя потом разговариваю с одной сестрой в понедельник вторник. По телефону. И мы потом начали говорить о молитве. И мы пришли к этому пункту. И мы пришли к этому пункту. И мы пришли к этому пункту. Как бы... Иногда есть такое впечатление, что мой Бог... Как бы... Ты должен говорить да. И когда наши молитвы сильно не помнят. Например, мы молимся нет ответа. И мы включаем рычаги, дополнительные рычаги. И мы сейчас имеем нужный момент. Когда мы пытаемся выкручивать руки. Через пост. У меня есть молитвы, ты не понял. Теперь пойми. Ты увидишь. Ты увидишь. Постой молитвы! Я возьму молитвы. Но на самом деле... Даже пост и молитвы... Он не меняет Бога. Он меняет нас. Когда мы читаем о посте... Все, что относится к посту, это... Чтобы мы менялись. То есть... Фактически пост располагает нас к пониманию воли Божьей. И возможно, что нам нужно будет делать, чтобы всякий ответ пришел. Или возможно, что Бог уже ответил, но это нет. Может быть, что Бог уже ответил, но это нет. Понимаете правила. Я же не говорю, что Бог не отвечает на молитвы. Бог отвечает на молитвы, это аксиум. Это аксиум. Мы должны понимать, это аксиум. Но также надо понимать, что есть суверенность Бога иногда. Если мы не понимаем эти вещи, иногда нам будет сложно в христианской жизни. Иногда. Иногда. Поэтому, драгоценные, здесь они не были допущены. Кем? Кем? Кем они были допущены? Святым Духом. Они были допущены пойти на работу в воскресенье. Они не были допущены. Что делать? Проповедовать. Иисус дал поручение. Иисус дал поручение. Это даже не обсуждается. Идите. Это не то, что можно, если у меня голову, все будет нормально, независимо. То есть, поручение. Это не право. Это не право. Это не право. Это не право. Иисус дал поручение. Но не сейчас. Поэтому так важно нам понимать, что отношения с Духом Святым они очень важны. Понимать, что в нашем служении Богу иногда будут времена, когда Бог сможет говорить нет или Бог сможет говорить подожди. Нет, и Дух мне скажет, «Аттан!» Я с вами согласен, что им это тоже нравится, что Бог всегда отвечает. Это же лучше всего. Я понял, что если я говорю, что Бог отвечает на все молитвы, на каждую молитву Бог отвечает. Так оно и есть. Тут есть только «Амин». Но это Писание. Поэтому мы говорим о водительстве. Но нам же понимать. Вы должны понимать. Как нам быть? Что делать? Что делать? Ты должен молиться. Ты должен молиться. Так, как все зависит от твоих молитв. Как все зависит от твоих молитв. Амин. Амин. Вот молитв, как я скажу, все именно от твоих молитв зависит. Приеет в таком смысле, что все зависит от твоих молитв. И верит. И кое? Словно, все не зависит от Бога. Это зависит от Бога. Я верит. Такое же ожидание. Амин. Слава Богу. Итак, Бог ведет нас. Но мы не можем только на это засыкливаться. Потому что был момент, когда Бог открывал двери, Павел. Что когда Бог открывал, и Павел говорит, что открыты двери. Но если было множество противников, которые стояли рядом, но Бог открывал двери. Бог открывал двери, как Павел говорит, но было множество противников. Он говорил, что молитесь за нас, потому что Бог открыл нам, потому что множество противников. Противники, это конечно не от Бога. Это дьявол, который противится тому, чтобы ты и я, мы не могли войти в призвание, мы не могли войти на то место рабочее, которое является твоим, мы могли войти в то, что Бог для тебя приготовил. Чтобы ты не получал то, ради чего ты молишься, противник мешает, и когда это противник, тогда ты должен понимать, что ты должен молиться до потери пульса, простите, если так можно говорить, так конечно нельзя, но молись, словно от твоих молитв все зависит. Потому что противник должен быть изгнан, иногда Бог открывает двери, и мы бьемся, мы не можем войти, препятствия есть, но Библия говорит, что тебе и мне дана сила. Чтобы разрушать то, что дьявол строит, поэтому когда Бог открыл нам двери, это не означает, что мы пройдем так, словно розами обсыпанными всегда. Конечно, и такое бывает, но чаще всего есть противник, который не желает, чтобы ты вошел в эту дверь. Есть противник, который не хочет, чтобы ты получил то, что Бог тебе уже обещал. Есть противник, поэтому с противником не церемонятся, с противником нужно, так скажем, воевать. Но тебе нужно определить, это закрыто, потому что противник, или это закрыто, потому что Бог говорит тебе, это не надо, или это не для тебя, или же и попозже. Поэтому я для себя просто думал, и временами, когда ты молишься о чем-то, молишься, 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 я понял, что редко когда мы начнем о чем-то молиться, мы говорили, Господь, покази мне твою волю. Вы знаете, что это редко, когда мы что-то увидели, мы хотим, может быть, кто-то молится, так, это твоя воля или нет. Как однажды Давид, они были на войне, и пока они отсутствовали, враги пришли. Когда они убили, они были в Бузабрали, и юны были, в зубозили. Нет, как они не помнят, они жутут, и ушли. Я в Kampf, они были на войне, и Давид пришел. И Давид ушел, с людьми, воеване, милиции, воеване, где-то. Пока они будут все бакрали, пресли фраги, мой фраги, мы чашем, explicar. Мы не хотим, говорим. Нет? Нет. Он сказал, дайте мне эффект. Это священческая одежда, так назовем. Он взял и молитву того человека, который имеет большинство солдат. Господь, преследовать или нет? Он рассказал эту историю. Он рассказал эту историю. Он мог сказать. Он мог сказать. Этот батальон. Встали. Погнали. Нет. Он взял этот фуд. Пойду или не пойду? Если я пойду, ты с нами будешь? Аминь. Аминь. Бог сказал. Пойдите. Догоните. И вы заберете. Аминь. Поэтому иногда, когда ты о чем-то молишься долгое время, ты не получаешь. Поймите правильно. Это слово для взрослых крестин. Вы поймите правильно. Иногда ты должен остановиться и сказать, Господь. Вообще, в чем твоя воля в этой ситуации? Хочешь ты мне что сказать? Хочешь ты мне что-то научить? Хочешь ты мне что-то научить? Хочешь ты мне направить по другому направлению? Хочешь ты мне больше терпения? Возможно, ты хочешь ты больше в моей терпение? Возможно, ты хочешь больше во мне выработать. Возможно, ты хочешь, то есть, какой урок? Какие лекции ты хочешь вырвать от этой ситуации? Почему? 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 Мне кажется, я вам скажу ответ, когда вы учите на моем языке, когда вы слышали русский язык и не понимаете, что я могу говорить. Я помню, когда я попросил русский, я не понял, что я говорил. Расскажите вам. Вы меня простите. Вы меня простите. И вы, кто вы вон-лайн, простите меня, пожалуйста. Сейчас, я бы так не сказал, но... Расскажите, просто, как вы были. Я был на подготовительной факультете, я изучал русский язык. Я учил русский язык. И я поехал тогда в Горки, это не в России, а в Беларуси. Я забывал, что этот язык называется Горки, это не в России, но в Беларуси. Я учил русский язык. Здесь есть институт, где я senators вырос на-сенки и я узнал. 一點. И когда мы говорили, мы говорили, что мы говорили, что мы говорили. И когда мы говорили, что мы говорили, что мы говорили, что мы говорили. И когда мы говорили, что мы говорили, что мы говорили, что мы говорили. Первый курс, мы сидим, это называется Lingafonizal, и там было такое, знаете, мы сидим, как кабины такие, знаете, вот кабины, 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 и там были наушники, там микрофон, и там было тоже самое, то есть она, на нас всех видит, а мы не можем друг друга, потому что мы тоже на нее смотрим. Мы в кабине, мы можем только видеть, но она же видит, потому что мы были очень, очень. И я не сделала. Но я пришел на занятии. И она, мы сидим, она говорит, ты сделала, ты сделала, ты сделала, и преск, пожалуйста. И дай мне вопрос, это ты делала, и ты делала. Я сказал, я не сделала. она спросит почему я же знаю какой ответ правильный простите я сам вы поняли я же не сказал это слово она покраснела она молодая покрасила начала плакать выше из-за такой но одним словом потом пришлось мне извиняться долго объяснять что я и вообще не она потом когда учатся нету потом другие студенты что ты сказали я говорю я повторяю студентам вот такое слово не дешево покой сказать это слово я рассказал при люди откроются это плохое слово его не говори что значит тебе не надо это плохое слово по правде до сих пор я так не понял что такое мне надо объяснить но это типа не твое дело из этой серии я так просто догадывает ну типа измер это мне твое дело так это более аккуратно более это более по-человечески более дня не твое дело так она возможно звучит ну ладно я так просто как немножечко так и то есть знаете мы богу не спрашиваем почему потому что только ты молишься и мы кони боже почему почему нет ответа почему а может быть спрашивая а может быть спрашивая что ты не трогая а чуфу какая цель и лобчетти до сих пор не получаю что за этим что иногда мы не получаем потому что мы просим не на добро а на зло вы молитесь вы просто не получаете потому что пусть на добро на зло для того чтобы для как для удовлетворения своих вожделений хотя то что ты просишь это может быть хорошее но потом когда ты начнешь молиться господь это такая ситуация долга молюсь об этом для чего она допущена господь что ты хочешь менять в твоей жизни вот эта сфера я хочу чтобы порядок пришел в эту сферу я хочу чтобы свет воссияла в эту сферу или же ты просишь для чего скажи только честно ты это просишь для чего потому что сосед что ты хочешь купить новую машину потому что у нас есть новая машина нужно потому что машина нужно или потому что ты обезьянную машину я не говорю что не за машину я не говорю премьерри как я не говорю что не за машину То есть нужно менять, можно менять и все, ну, пожалуйста. То есть некоторые вещи мы просим. Бог может считать, что это просто для наших вожделений. И если Бог тебе или мне покажет, что это чисто для вожделений, тогда нам оно не нужно. По крайней мере, сейчас. Просите не на добро! Не на добро! Не на добро! Бог не говорит, что то, что вы просите, не на добро! Но вы просите не на добро! То есть мы можем просить хорошую вещь, но не на добро! Амин! Поэтому Бог может иногда говорит сейчас рано тебе это. Попозже. Бог может говорить, я тебе дам эту вещь. Но так как ты такой любишь на газ давить сильно-сильно, я, кстати, хотел работать с твоим терпением, да, смирением, чтобы ты был немножко степенен, потом у тебя будет машина. Ну, я беру только на машине, уже на машине, я не знаю. Я тебе дам это. Потому что, возможно, он увидит, что ты получишь машину сейчас с таким характером, как у тебя, как все сейчас, ты послезавтра не понимаешь, что будет. Он увидит. А чё ме ты говоришь? Что ты говоришь? Это главное муськ, ты кудри пиле. Я дам и дам Иногда нужно молиться. Боже, какова Твоя воля? Аминь. Какова Твоя воля? Я повторяю, что обычно, когда мы молимся, редко, когда кто-то из нас, в какая-то ситуация, начнет молиться. Боже, как узнать Твою волю? Обычно мы знаем, что мы хотим, как должно быть. Мы молимся обычно, чтобы Бог сделал так, как мы хотим, как должно быть, по нашему мнению. Обычно так. И когда это совпадает с тем, как Бог тоже хочет, и нам кажется, что именно потому, что я так просил. И если это то, что Бог хочет, мы думаем, что это произошло, как я бы хотел, как я бы хотел. Но Бог не могу сказать, что Бог может быть, по нашему мнению. Боже, какова Твоя воля, в этой ситуации, в этой ситуации, как мне будет, как мне будет, я тебе говорю, что я должен преследовать, или не преследовать, или не преследовать. И если я буду преследовать, то, что я могу преследовать, или не преследовать, или не преследовать. Святые, то, что я говорю сейчас, ни в коем случае, это не означает, что если ты стоишь за исселение, ты теперь должен переследовать за исселение. Стой верой, молись, как все зависело от тебя. Стой верой за твое исселение. Амин. Бог не молчащи Бог. Ответ есть у него. У Бога есть ответ. Особенно, когда Бог дает тебе лично, не просто общие обещания, которые есть в Библии, они есть, слава Богу, для всех нас. Настолько важно просить у Бога Слово для своей ситуации. Если ты сможешь, если я смогу получить Слово, если ты и я, я могу получить Слово, по нашей ситуации, нам будет легче верить, потому что мы будем верить согласно этого Слова. А Слово Божие всегда исполняется. Ситуация или проблема, что иногда это тоже неплохо. Мы берем просто обитование Божие, которое есть, и мы просто молимся, да, есть Библия написана так. Мы прием на каком-то уровне, это правильно. А в определенном моменте, лучше так, чем никак. Но важно просить у Бога, и demander à Dieu, Божие. О Хотя есть ситуации. α sini та ситуация и так, исчезает Cas seja которая перд collaborate. Как мне быть му. Счему, ты действительно жующийся в этой ситуации? Ты должен поминять в этой ситуации? Что я должен поминять Усибия в этой ситуации. Что я должен сделать, а лентерирую мне, по-разному, 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 по-разному. Господь, если возможно, в минуту, я хочу сделать это. И это будет молитва? Да. Но потом, вторая молитва будет волей твоей. Деусь, что это будет волонтей. Аминь. Впрочем, не я, но да будет твоя воля. Важна для нас воля Божия. И, конечно, ты скажешь, но если то, что я прошу, и воля Божия будет не дать мне это, как это так? То, что я прошу, не получаю. Потом я узнаю волю Божию, и Бог открывает мне, что мне это не надо. Как это так? Но Библия говорит нам, что воля Божия, она благая, она угодная, и она совершенная. Значит, какой бы ни был ответ в том, что ты получил, может быть, ты это не получишь, но значит, то, что ты не получишь, это и есть благая, угодная и совершенная. Это немного сложная проблема. Это очень 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 сложная проблема. Когда это по воле Божией, уточняйте. Аминь. Аминь. Поэтому нам важно искать волю Божию. Но запомни, для тебя воля Божия, она благая. Она угодная. И она совершенная. Она, это, это, это доброе для тебя. Даже если, возможно, в этом, мы видим, что как это, как это, как это, как это доброе. Что тоже я вижу не доброе. Но в этом, даже если это труп, то из этого трупа можно туда вычесть мёд. И даже если это, это мёд, то из этого трупа можно сделать из него лов. И ты говоришь о Самсоне. Я говорю по отношению к Самсоне. Аминь. Аминь. Бог знает. Столько вещей он не понимает. Ты стоишь и просто не знаешь Божий. Мне очень нравится, как наш брат Шалиман любит говорить. Как мой брат Шалиман, он любит. Наш брат, наш житель, Шалиман говорит часто. Когда у него ситуация, которая сложная, сложная, сложная. Он любит говорить. Господь, но я не знаю, что, но я посмотрю, как вообще мы выйдем с тобой из этой ситуации. Он питается так и так. Он говорит, Господь, ну хорошо, но я не знаю, как, но мне интересно, как вообще. То есть не то, что мы видим, потому что я не. То есть он говорит, как вообще мы видим. То есть ты будешь говорить, как вообще ты будешь выводить из этой ситуации. Я просто посмотрю, потому что я уже не знаю, как. Мне интересно посмотреть, как ты вообще. И Бог накрутит ответ всегда. Аминь. Бог накрутит ответ всегда. Поэтому драгоценны. Я не знаю, что ты проходишь сейчас. Я тоже прохожу определенные вещи тоже. Но есть Бог. Есть Бог. Есть Бог. Есть Бог. Он прибежит. Он прибежит. И как сегодня пели. Нет крепче скалы, чем наш Бог. Краеугольный камень. Я стою на тебе одном. Нет крепче скалы. Нет крепче скалы. Он скалы спасения. Он скалы на котором ты стоишь. Он скалы на котором ты стоишь. Халлелуйя. 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 Имя. Притча написано. Имя Господа. Крепкая башня. Убегай туда праведник. И он там безопасен. И он там безопасен. Это фортерресс. Это фортерресс. И ты должен курить. Башня крепкая. Бог скалы. Он скалы спасения. Нет крепче скалы, чем наш Бог. Какие бы скалы ты не видел. Какие бы ты горы не видел. Какие. Даже в Казахстане эти горы ничего не значат. В Казахстане это ничего не значат. Там такие скалы. Там такие скалы. Иисус Христос. Это скала. Это ручей. Аминь. Аминь. И нету крепче. Нету крепче. Нету крепче. Нету крепче. Все скалы, которые были раньше. И когда огонь приходил с неба. Огонь разрушал. Он разрубал скалы. Огонь с неба. Он съедал, да? Съедал, да? Съедал, да? Или как правильно будет? Поедал или съедал? Поедал, да? Огонь поедал камни дотла. Ну Esto… Поедалку. Во дв yoян с неба. Фёoman. Помните, Иисус Христос. Как это? кидинь. incorrectly, о spine. Иисус Христос. Илия… Всю дотля. Дорогие, нет крепче скалы. Нет крепче скалы, чем наш Бог. Поэтому стой на нем. Стой. Какими ни были бури, какие ни были ветры, стой. 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 Бог за тебя. Он на твоей стороне. Ищи, водитель. Ищи его волю. Господь, для чего это было допущено? Господь, чего ты хочешь мне научить в этой ситуации? И Бог не молчащий. Давайте встанем все вместе. Аллилуйя. Следующее воскресенье мы продолжим. Мы продолжим диманчь следующий. Аллилуйя. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Но я хочу только поставить ударение. Когда вы просите что-то у Бога, верьте, что получили, и будет вам. Аминь. Я хочу сказать, что ты должен молиться, как если все зависит от твоих молитв. Если ты стоишь за исцелением, стой на исцеление, потому что Библия говорит, что ранами его ты исцелен. Аминь. Ты знаешь, что ты будешь возглавлять руки на больнице, они будут исцелены. Стой на этом, молись. 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 Но, если какое-то время ты видишь, что нет, ответь, спроси у Бога. Может быть, нужно немножко корректировать молитвы. Понимаете? Может, просто надо какую-то молитву, в эту сторону. Может быть, какую-то коррекцию надо в молитве? Может быть, что-то мешает, в чем-то покаяться, в чем-то. Понимаете? Может быть, что ты должен тебе ответить? Возможно. Молись. Аллилуйя. 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 Господь, мы благодарим тебя. Давайте просто молимся сейчас. Солом, молимся, Господь. Я пряю, Господь. Молимся, Господь, о его воле для нас. О его воле для нас. Господь, мы благодарим тебя, что у тебя есть совершенная воля по отношению к каждому из нас. Есть совершенная воля твоя. Есть совершенная воля твоя для нашей церкви. Есть совершенная воля твоя Для каждого брата, для каждой сестры, для каждой семьи, для нашей молодежи, для подростков, для наших детей. Господь, Бог, есть эта воля. Она совершенная. Есть совершенная воля Твоя. Господь, наша молитва, наша молитва, чтобы каждый из нас, каждый из нас, он мог войти в эту волю Твою, в эту совершенную волю Твою, Боже, чтобы Ты мог открыть, открыть нам, открыть каждому, какова Твоя воля, какова Твоя воля. О, какая воля Твоя, Господь, в нашей жизни, в данной конкретной ситуации. Боже, какова Твоя воля. Какова Твоя воля, Господи Божий, воля Твоя. Как Христос сказал, да будет воля Твоя. Да будет воля Твоя. Да будет воля Твоя. О, Господи Божий. О, Господи. О, Господи. Господи Божий. Как и в молитве отче нашим. Как и в той молитве, которую Ты дал ученикам Твоим. Ты говоришь о том, чтобы воля Твоя. Воля Твоя. Настолько важно. Настолько важно, чтобы мы искали Твою волю. Чтобы мы искали Твою волю. Настолько важно, Господи Божий. Чтобы мы не искали не свое. Господи Бог, чтобы каждый из нас, мы искали именно Твою волю. Мы искали Твою волю. Чтобы каждый. Мы искали Твою волю. Твою совершенную волю. Твою совершенную волю. Твою совершенную волю. Твою совершенную волю. Волю Твою, Господь, волю Твою. Мы знаем, Господь, что воля Твоя, она угодная, она прекрасная, она совершенная, она добрая, она хорошая. Даже если сначала нам кажется, что это не так. Но, Господь, мы знаем, что ты отвечаешь за свою волю, потому что к нам. Ты отвечаешь за это, и, в конце концов, это благо для нас. Спасибо тебе, Господи. Прославляем Тебя. Прославляем Имя Твое. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя, Господь. Благодарим Тебя, Господь. Аллилуйя. Аллилуйя. О, спасибо тебе, Господь. Спасибо, Сеньор. Спасибо Тебе. Спасибо за Твое Слово, Господь. Помоги нам. Принять это Слово верою. Растворить его внутри нас. Дух Святой, помоги нам воспринять это Слово. И как Мария делала. Когда она слышала слова о Своем Сыне, Библия говорит нам, что она слагала эти слова в Своем Сердце всегда. Помоги нам брать Твое Слово. Позволить этому Слову войти в наши сердца. Позволить Твоему Слову войти в наши сердца. Спасибо Тебе, Господь. Аллилуйя. Аллилуйя. Амин. 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 Слава Богу, святые божьи люди. Садитесь на некоторое время, пожалуйста. Как ваше. Просовение вы здесь, потом мы еще поем. Слава Богу. Драгоценный, я повторяю. Я повторяю. Библия говорит нам, что просите и дано будет. Хорошо? Я не деклару, demandа и вы сэрадуне. То, что я сказал, это больше исключение, нежели правило. Ce que я сказал, это больше исключение, нежели правило. Правило, это то, что просите и вам дано будет. Просите и вам дано будет. Амин. Проси у Бога и верь Богу. И верь Ему. Потому что Бог заинтересован восполнить твою нужду и мою нужду. Только иногда Он это восполняет не тем путем, который мы с тобой вычертили Ему прийти, пройти. Очень часто мы не замечаем даже ответ от Бога, потому что, когда ответ приходит, она не попадает в нашу, как сказать, уже заранее нарисованную. Знаете, иногда, когда мы были дома в Африке, в Европе, у них там другие игрушки. У нас иногда были такие игрушки, просто, ну, мы из всего дела игрушки. Ничего, мы берем там, ну, копаем, делаем, как называется, дорожку, вот, чтобы вода пришла, там море создаем. Знаете, море уже есть, там, когда люди нормально идут на море отдыхают, а мы там создаем море возле дома. Копаем, копаем, потом там ведро там зазлили, потом делали, как называется, бифрикасион, как называется, эти ветки, как называется, ну. Ну, дорожки такие, знаете, мы откопали чуть-чуть, такие вот, там, куда потом вода может пойти, да? Канали, да, такие мелкие, канали, бифрикасион, и, 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 и вода течет, знаете, и, вот, у воды нет другой возможности. Только пойти, только, как его, как его, как канал, я уже сделал. Очень часто мы и так молим, мы с вами, если мы будем честными, так молимся. Мы уже знаем, что мы хотим получить. До конца. И мы сюда приходим. Господь, я молюсь за это. Правильно. Плохого, ничего нет. Плохого в этом нету ничего. Но теперь, Господь, Меннон Сеньор, я молюсь за это. Я молюсь за это. Я молюсь за это должное, что выfurт maravilазовите? Зарплат, когда будут там назначать, в конце года, чтобы и моё имя тоже были в этом списке. А что мешает Богу среди? Но тебя назначат. Но ничего же не мешает Богу. Скажи, пожалуйста, как-то будет такой случай? Начальник, я пришел в рано, на работе, я хочу посмотреть как ты работаешь. Пришел, а как это человек, оно уже будет на работу первым. Я решил, просто, как ты, вы... Нет, где ты работаешь? Ты поздравил в день, в день, в день, в день. Ты там, ассу, а не в том, что не сделай. Ты пришел в рашечку, как будешь срочать на работу? Как добычно. А то день, начальник, Бог его разбудил в рашечке. Диже он тушил и срэвела. Как ты проходит, царят? Бог разбудил его или книги. Я должен пойти сюда проверить именно эту часть моих работников. И приходит, а ты как по привычке. Обычно все знают об этом, ты приходишь раньше, открываешь всегда. Пусть открываешь, пусть приходишь раньше всегда. И ты как нормальный, как христианин, не опаздываешь на работу, приходишь вовремя. И пришел, и не пришел тот самый день. И он приходит. Здравствуйте, здравствуйте. Ты даже его лично не знаешь, как он выглядит, этого главного. Но так как ты работаешь как для Господа. Здравствуйте, здравствуйте. Как дела? Прекрасно, все хорошо. Как работа? О, суп! Как работа? Не говори! Не говори! Ха! Тут работа, ты что? Это что, работа что ли? Не говори! Я сейчас как расскажу тебе и шуту. А ты не знаешь, что это начальник главный? А ты не знаешь, что это он, директор. Можете спросить, а как вообще тут работа? Я сейчас как работа. Ооо, так давно ждал, чтобы кто-то спросил. Но теперь выслушай. Они там только на себе работают. Все начальники там сидят, большие зарплаты. А нам сюда, на нас, ноги протирают. Ты же не знаешь, перед тобой кто стоит? Ты же не знаешь, что я начальник твоего предприятия? И всех ты не знаешь. Ну, пришли. Добрый день, добрый день. Как тут работа? О, слава Богу, я уже пришел. Рад. Я уже пришел. А где там твои? Ну, они чуть позже придут. Но я уже здесь, тебе могу помочь. Я уже здесь. Что я могу делать для тебя? Вы понимаете? То есть... И поверь, Бог коснется его. Он его будет ждать в конце года. В конце года он сядет в кабинет и будет ждать, когда все придут. А ты-то не знаешь, кто он. Ты-то не знаешь, кто он. Он спрашивает, а могу сидеть? Конечно, пожалуйста. Посидите, ждите. А вам... Попитвали мне? Все, возьмите, поймите, пожалуйста, садитесь. Ждите. И потом ты только увидишь, когда твой начальник, которого ты знаешь, когда он придет, когда он споткнется, увидев его сидящего. А ты скажешь, а это кто такой? Почему он так задергался? Ты поймешь, окажешься, тут главное. Никогда ты не знаешь. Поэтому даже путь твоего повышения... ... ... ... сказали AMEN! 우리를 вызвати. П tree-то неى, что ты шли. 我說 царь! В тайце не бог твоя жили! Как вы заставили? Бог у тебя, как ты? Аминь! 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 Слава Богу! Аминь! Не надо выйти отсюда. И это тема. Хорошо, святые боги, люди. Так что Малис, верь, и дирай то, что от тебя зависит хорошо. Аминь! И Бог знает. Малис об этом нужде. Малис об этом. Только не указывай Богу как он должен делать. Понятно, да? Мы молимся. Но как он будет делать? Не спрашивай. Господи, за исселение. Я жду, когда пасы приедет к нам или там кто-то служит, приедет к нам помолиться, я получу исселение. Почему? В конце собрания подходит к любому. Пожалуйста, брат, у меня что-то болит. Помолись за меня. И все. Иногда Бог не допускает, чтобы через пасыра ты получишь исселение, потому что ты этого пасыра потом так обожествляешь уже. А Бог хочет тебе показать, что любой верующий может молиться и что-то будет происходить. И я хочу показать, что все христики не будет. Амин. 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 Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Итак, теперь пришло время для наших пожертвований. Я хочу сказать одну вещь. Я хочу сказать одну вещь. Сегодня у вас будет возможность получать свои... Как называется? Реситы. Сегодня вы будете получать ваши ресситы. В Канте. В Канте, вы должны представить наш брат Константин, потому что он ответит за эти вопросы. Он вам дает ваши ресситы за... в прошлом году. Хорошо? Поэтому для ваших импот, пожалуйста. Ваши импот. Но также эти ресситы помогут вам самим. Вам самим. Увидеть вашу участие в жизни в церкви. Увидеть вашу верность в десятилетии. Вашу верность в десятилетии. Все, что нам дает, мы там... Вы увидите все, что вы... Увидите все, посмотрите и подумайте о том, как он забудет в своем доме. Увидите, как он заботит в своем доме. Аминь. Давайте встанем. Давайте встанем. Вопрос финансовый этап в Библии есть в финансах. Вопрос финансовый этап в Библии есть в финансах. И Библия говорит там, что за все отвечает церебро. Это в Библии написано. Деньги, как вы замечаете, на небо не идут. Они остаются здесь. Они восполняют потребности здесь, на земле. Но то, что я заметил вводу денег, это то, что деньги это одно из показателей нашего почтения Богу. И также, одно из показателей нашей принадлежности своей поместной церкви. то есть этим мы почитаем Богу. Но также мы заботимся о своем доме физическом, который Бог нам дал. Я просто напоминаю всем нам, слава Богу, что мы имеем это здание на наши 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. И что мы имеем это здание 24 часа в неделю. И 7 дней в неделю. Мы можем пользоваться по нашему усмотрению. Хочешь, спасибо, молиться. Если даже люди которые на работу едут, дома они успевали, приходили сюда. Мы давали им ключи, они приходили, пять часов молились, потом на работу выходили отсюда. Это наше, это наше. Тебе надо. Приходи, молись, спасись здесь, пожалуйста. Хочешь уединение, захочешь закрыться, где-то помолись, кто тебя не видел. Поможем. Приходи сюда, заберем телефон, будь здесь, молись, ищи Бога. Обратись. Пожалуйста. Но вместе с этим, это сопряжено с расходами. Мы все где-то живем, даже в доме где мы живем, есть расходы там. Мы тоже живем здесь, как в нашем духовном доме, тоже тут как-то расходы есть. Конечно, очень правильно, мы понимаем с вами, что Бог восполняет наши нужды. Это очень хорошо. Амин. Я просто хочу сказать маленькое откровение, что Бог заботится о церкви через тебя, через меня. У Бога нет других каналов. Завтра, ты не делаешь никакого канона. Завтра, как Бог делает это? Я вам проиллюстрирую. Я вам проиллюстрирую. я беру пример так просто допустим за свете у нас есть цена допустим 50 долларов допустим 50 долларов допустим и бог знает он знает что цена ну поменяют цену там следующий месяц и подняли цены и нам сказали все это будет 75 долларов он а угоментил и мы конечно ждем все 25 долларов упадут с неба нет что бог делает к твоему доходу который есть уже а то он же так что тебе будет чуть больше и вера ты ура 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 или зарплату поднимут или чуть больше у тебя у тебя тоже он дает чуть-чуть больше тебе чуть больше хорошо я понял все к этот больше и тебе тебе не чуть тебе больше сразу здесь чуть-чуть тебе больше сразу тебе больше сразу прими хорошо Лена у тебя работа будет сборщим сразу аминь лена у тебя с большим с большим костя работа будет сборщим сразу почему он так делает потому что он знает что тут цена поднялась он даст тебе то что ты давала что ты давал это хватит чтобы платить 50 теперь 75 потому что ты больше что будет то что ты добавишь то что ты добавишь то что ты добавишь все это мы могли теперь платить эти 75 вот как Бог восполняет нужды церкви поэтому когда у тебя больше зарплаты или больше финансов не говори это только для себя нет Бог дает тебе потому что он знает что его нужды тоже поднялись там где-то он использует тебя просто как канал но при этом как нефтяние как нефтяние как называется где как ты называешь где нефть проходит эти большие трубы я не забыл но трубы проводят нефтяные трубы так назовем так эти трубы они проводят нефть но что-то остается внутри всегда цепляется амин поэтому Бог использует свой канал он дает тебе чтобы ты мог провести но и тебе тоже остается поэтому не блокируй все будь тем честен перед Богом с финансами будь честен с Богом по поводу финансов своим Бог не прочь нас сильно благословит я сильно благословит Бог ищет людей верных которые смогут когда будут ему давать миллион приносить сто тысяч счастлив амин бог ищет таких людей Поэтому он нас тренирует Тысяч Полтора тысяч там Ох, полтора Сто пятьдесят Не за что, отойди от меня сатана Нет Бог просто видит тебя уже Бог не хочет тебе, я тебе принесу тебе Он не хочет тебе, он не хочет Он работает с твоей совестией Та консиенс Та консиенс Ты принеса Он верит в Сибири Государство тебе не верит Поэтому Государство сразу забирает Он знает, что ты не вернешь Он Он Деньги приходят, Государство сразу отсекает свое Государство не вернущее Государство не вернущее Он не верит тебе Даже на минуту Только деньги Заберет все свое Даже больше Потом уже, когда уже МПО, потом уже А, я чуть больше, извини, я взял, тебе возвращаю Но он настолько на тебя не доверяет Он даже больше берет А Бог говорит Ролан, возьми все Возьми все Возьми все Все возьми Возьми Теперь кушай И ты начинаешь Вот то, что Бог делает Чтобы ты Получив это Сказал Бог Ты мой Бог Ты даешь мне силы С чем я Казалось бы С чем я пришел в эту страну Ни с чем Как Как об этом говорил Кто Яков Вот у меня И этот есть И этот Я зашел Спусоком Теперь вот все Он говорит Я DAN에게 Возьми все Это все Что я хочу Вау Мы все Большое Иммигранты . С чем Мы пришли С чем С чем С чем Нам Я - Я Мой - 100000 Ну и что Мой Я 100000 Ну и что Мой Пастер Мой У меня сто, а у меня сто пятьдесят. Ну, ну, хорошо. Так или иначе, Бог помог тебе в этой стране. Он дал тебе то, что у тебя сейчас есть. Поэтому будь верным. Дай ему то, что ему принадлежит. Аминь. Пожалуйста, мы это можем делать онлайн или же, если у вас есть. Будь верным. Если ты раньше, с десятинами были проблемы у тебя, я тебя прошу, чтобы ты пересмотрел это с Богом отношение, чтобы ты был верным в десятин в даяниях. Аминь. 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 Аллилуйя! 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 Слава Богу! Господь, мы благодарим Тебя, что Ты заботишься о нас. Ты заботишься о своей церкви. Господь, Ты заботишься о нас. Забота о церкви приходит через нас. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты даешь нам силу приобретать. Ты даешь нам силу зарабатывать. Ты даешь нам силу иметь, получать что-то. И мы просим Тебя, Господь, помоги нам иметь такие чуткие сердца, чтобы быть проводниками. Господи, что Вы, Боже, мы были проводниками, которые проводят Божие благословения. Аллилуйя! Благослови, Господь, эти финансы. Благослови Свою церковь. Пусть церковь Твоя, Боже, ни в чем не иметь нужду. Пусть народ Твой, Боже, будет щедрый дающим, Господь Богу. Пусть народ Твой, Боже, будет, Господь Богу, просто не будет нуждающимся среди нас. Но чтобы Ты восполнял нужды и потребности каждого, Господь Богу, по Твоему богатству. Спасибо Тебе, Господь. Аллилуйя! 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 Амин! Амин! Слава Богу! И напомню, что Вы по окончании собрания, пожалуйста, не забудьте, можете подказать Константин, он Вам даст рецид, и Вы ему распишите, что Вы получили свой рецид. Амин! Слава Богу! И на этом наше собрание закончилось. Помолимся, благословим имя Господа, и у нас будет объявление. Хорошо? Господь, мы благодарим Тебя за этот день, за это собрание, за Твое Слово, которое Божие было здесь. Спасибо, Господь, за каждого человека, который был здесь сегодня. Да, Господь Бог, Ты любишь людей. Ты любишь каждого. Ты любишь каждого человека. Спасибо Тебе, Иисус, что Ты умирал ради каждого человека на кресте. Ты пролил Свою кровь ради каждого из них. Иисус Христос, благодарим Тебя, что Ты был здесь с нами, за Твое Слово. И это Слово Божие принесет плод, много плода в нашу жизнь. Благослови те, которые с нами были, Боже, были онлайн. Те, которые, возможно, позже будут смотреть. Нас, которые были здесь. Господь Бог, мы благословим следующую неделю. Пусть эта неделя будет сопровождаться чудесами Твоими. Пусть чудеса происходят, Боже, с нами. Повсеместно, на работе, где удобно, где угодно. Пусть чудеса происходят. Боже, пусть чудеса Твои происходят. Пусть чудеса Твои происходят. Пусть чудеса Твои происходят с нашими братьями и сестрами, с нашими детьми, с нами. Пусть чудеса наполняют нашу жизнь. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Господь. Амин. Итак, в эту пятницу у нас здесь будет молитва. Это с 7 до 8. Приглашаю всех вас, пожалуйста, добро пожаровать на молитву. Это важно. И всегда перед собранием, всегда есть молитва перед собранием. Но в 10.30 у нас здесь есть молитва перед собранием. Приглашаю вас. Молиться вместе. Амин. Амин. Те, кто с нами онлайн, прощаемся с вами. Мы вас ждем в следующий раз. В воскресенье, ровно в 11. Добро пожаловать. Если вы недалеко отсюда живете, конечно, лучше прийти сюда. Мы вас ждем. Блага с вами вас. Амин. Амин. Добро пожаловать. Все, что вы Measured的. Амин. 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 Амин.